Всем большой привет! Наконец-то я созрела на съемке длинного видео. Хочу рассказать новости. Сколько? Месяца полтора, наверное, я ничего не снимала. Хочу потихоньку возвращаться в социальные сети. Тут, конечно, многие изменения произошли за время моего отсутствия. Я даже как-то не успела отследить, потому что пока я была в роддоме, потом нас выписали, и я вообще в интернете как-то потерялась, никуда не заходила. И потом вдруг выяснилось, что, оказывается, у нас YouTube заблокировали. На самом деле это непонятная какая-то новость, потому что я сегодня попыталась загрузить ролик на YouTube, длинный ролик и шортс. И у меня никаких проблем не возникло с загрузкой, без VPN. То есть спокойно все загрузилось. Я уж не знаю, как там будет с просмотрами. Знаю, что многие не могут заходить в YouTube и смотреть ролики, но у меня почему-то все открывается. Бывают какие-то глюки, когда листаешь шорцы. Они всегда открываются, но в целом, в принципе, все работает. Я не знаю, может быть, дальше будет хуже, но пока что ситуация такая. Скажу сразу по поводу социальных сетей. Поскольку YouTube могут заблокировать, это уже не какая-то там, ну, типа на уровне слуха или какой-то сплетни. Действительно, это может произойти в любой момент. И поэтому я наконец-то решила все-таки создать какой-то альтернативный вариант, куда можно будет загружать контент, полноценный контент. Я имею в виду, у меня всегда был телеграм-канал. Те, кто подписан, те, в принципе, знают последние новости. Я там чаще появляюсь, чем на YouTube. Телеграм-канал, но немножко не тот формат. Туда нельзя загружать длинные ролики, нельзя там снимать сториз. Ну, их можно снимать, но там это очень сложно устроено. Вот, поэтому я создала сообщество ВКонтакте. Точнее, оно у меня уже было создано, но я просто не занималась его развитием. И поэтому весь контент в полном объеме я буду стараться выкладывать ВКонтакте. По возможности также в YouTube, если его не заблокируют. Ну, и телеграм-канал. Вот эти социальные сети, которые я планирую вести, ну, как бы на постоянной основе. Не знаю, как оно получится. Ну, и дальше перейдем к новостям. Что произошло, пока меня не было на канале? Естественно, как можно видеть, я родила 17 июля. Сегодня у нас 18 августа. Вчера доченьке исполнился месяц. Она у меня вот здесь вот в коляске, как вы можете видеть, рядышком со мной. Вчера ей исполнился месяц. Дочь я назвала Анна. Ну, я ее называю чаще всего либо Аня, либо Анечка, либо Анютка. То есть, в принципе, достаточно такое имя, которое можно в различных интерпретациях использовать. Я как-то сразу пришла к такому имени. Я уж не буду сейчас углубляться, почему я так назвала дочь. В общем-то, о материнстве я тоже не хочу сильно углубляться, потому что не всем это будет интересно. Изначально у меня, как бы, канал не о материнстве, поэтому я и не хочу в эту тему углубляться. Ну, просто буду какие-то такие небольшие новости рассказывать, потому что сейчас дочь будет, можно так сказать, очень часто со мной находиться на участке. Мы довольно часто гуляем. Ну, даже вот просто сейчас мы сидим во дворе. Вот можно видеть, да, на заднем фоне навес, вход в дом. И здесь вот эти кресла, на которых я не сидела все лето. Не сидела в прошлые годы, когда они у меня были, потому что мне просто некогда было на них сидеть. Вот хотя бы сейчас посидеть. Можно с коляской, пока дочь спит. Или там, ну, просто подышать свежим воздухом, попить чаек и посидеть, наконец-то, в этих креслах. Вот. Поэтому довольно часто я планирую сейчас с ней гулять, делать какую-то работу на участке, потому что работы накопилось очень много. Я сейчас одна нахожусь здесь. До этого месяц, почти месяц, была здесь моя мама, которая, собственно, взяла на себя все обязанности по хозяйству, связанные с огородом, с садом, в общем, со всем-совсем. Я практически ничего не делала, практически вот не выходила в этот огород. И вот сейчас мы остались вдвоем с дочерью. И нужно уже как бы заниматься огородными всеми делами, потому что, ну, поднакопилась работа. На малине также есть работа, потому что скоро уже будут ягоды, и нужно там кое-какие дела сделать. И я, ну, в следующих роликах буду рассказывать. Я все-таки планирую добраться до малиновой плантации. Я там немножечко начала уже работать, но, ну, в общем-то, еще там достаточно работы. Вот, и будем ждать уже, когда ягоды начнут спеть, и нужно будет практически каждый день собирать малину. Вот, в огороде также много работы. Там нужно собирать урожай, скажем так. Ну, что-то частично мама уже убрала. Там вот гряды с луком, с чесноком. Ну, там еще есть что прибирать. Нужно там будет делать кое-какие заготовки. Овощи тоже созревают. И также еще нужно будет рассадить клубнику. Есть небольшое количество рассады клубничной. Тоже мама постаралась, поставила стаканчики с рассадой и вот подготовила гряды. Сейчас вот мне нужно там будет сделать полив и, ну, в общем, доделать эти грядки и посадить рассаду. Тоже нужно время. Еще погода не очень позволяет работать. Вот сегодня я хотела выйти, сделать хотя бы полив для клубники. Светило солнышко вроде бы с утра. Пока я ходила, там кое-что снимала для ВКонтакте. В историях рассказывала там кое-какие огородные новости, скажем так, показывала, как там обстоят дела на огороде. Буквально там 20 минут набежала туча, пошел дождь. И вот сейчас только к вечеру немножко подсохло, но в огород выйти невозможно, потому что там грязище у нас, чернозем. И после дождя нужно ждать хотя бы дня два, чтобы земля подсохла, чтобы можно было как-то более-менее нормально поработать. Вот, такие вот дела. Дальше что еще хочу сказать? Хочу еще поблагодарить, вот каждый раз я почему-то забываю об этом в роликах, хочу поблагодарить всех, кто скидывает донаты, потому что я когда написала в Телеграм пост о том, что меня уже просто потеряли, стали задавать вопросы, где я родила, не родила. А мне как-то просто было не до социальных сетей. В общем, написала пост о том, что все хорошо, что я родила. И нам стали скидывать донаты. Я никогда не призываю никого, ничего никуда скидывать. Ссылка просто всегда прикреплена под видео, под роликами. И это совершенно добровольное мероприятие. И скидывали донаты, спасибо большое. Мы приобрели кое-что для Ани. Очень много всего нужно для маленького ребенка. Я, честно говоря, всегда думала, ну что там ребенку нужно. Много чего нужно и постоянные какие-то покупки. Я вот не говорю сейчас про, там, на постоянной основе покупку подгузников, там, да, вот таких вот, ну, средств гиены, потому что это, само собой, понятное дело. Сколько еще всяких мелочей постоянно, что-то я на Азоне заказываю. При том, что я стараюсь не брать никаких вещей, в которых нет какой-то необходимости. Ну, то есть, что-то такое там, ну, типа развлекательное. Беру только то самое необходимое, то, что действительно нужно и без чего невозможно просто никак. Вот. И да, конечно, постоянные какие-то покупки. Вот последнее, что мы взяли, купили, это видеоняня. Можно подумать, что это такая бесполезная отрата, но мне вот сейчас нужно будет работать на участке, и мне нужно с кем-то оставить ребенка, точнее, ну, не то, чтобы с кем-то оставить, мне нужно как-то за ней присматривать 24 на 7, и я не могу отлучиться и не могу всегда взять с собой коляску. Она у меня довольно хорошо спит в коляске, но я не всегда могу взять ее, взять эту коляску, там, допустим, куда-то далеко на огород пойти, потому что там просто очень грязно, и, ну, невозможно проехать. Мне, конечно, лучше, чтобы она спала в кроватке, и я за ней каким-то образом присматривала. И вот мы купили видеоняню, будем пробовать. Ну, я уже попробовала, в принципе, она довольно хорошо ловит на большое расстояние, и есть звуковой сигнал, оповещение о том, что когда ребенок там просыпается, какие-то звуки издает. Я думаю, что получится все-таки там хотя бы на час-полтора вырываться, поработать, что при условии, что за ребенком будет присматривать видеоняня. Так вот, получается, что месяц мы сидели дома, ничего я не делала по хозяйству, но вот сейчас мама уехала, и я поняла, что мне нужно все-таки как-то начинать потихонечку выходить из этого декрета, ну, если это можно назвать декретом, и что-то начинать делать, потому что иначе у меня здесь все пойдет просто непонятно по какому плану, то есть будет очень жалко потраченных трудов, потому что очень быстро там все зарастает сорняками, все как-то приходит в такое непонятное состояние. Ну, у кого есть огороды, у кого есть вот такое вот хозяйство, земля, те понимают, о чем я говорю, вообще частный дом без присмотра, это просто нереально, здесь постоянно нужно что-то делать, постоянно ходить за всем, ухаживать, ну, даже вот элементарно цветы поливать, в общем, какие-то такие вещи, которые нужно делать как бы на каждодневной основе, и невозможно сидеть дома 24 на 7, никуда не выходить, иначе ты просто в один прекрасный день выйдешь, а у тебя вот такой вот сорняк по дверью вырос, и потом будет очень сложно это все разгребать. Вот, и я уже неделю собираюсь, можно так сказать, с мыслями, неделю уже собираюсь начать что-то делать, понемножку так получается, где-то там по полчасика, по часику поработать, но то погода не позволяет, то что-то еще возникает, в общем, ну, как-то нужно потихоньку втягиваться, потому что других вариантов нет, к сожалению, вот, ну, так вот устроена жизнь, что мало кто себе может позволить в каком-то спокойном, размеренном темпе заниматься ребенком, наслаждаться материстом, там, сидеть дома, посвящать все свое время только ребенку, и бытовые вопросы кто-то возьмет на себя, там, элементарная уборка дома, готовка еды, для меня, например, это, как бы, проблема, да, казалось, что, что там убираться, маленький домик, там, 30 квадратных метров, на самом деле, ну, я пока что справляюсь с тем, что, ну, во-первых, ухаживаю за ребенком, во-вторых, убираюсь дома, у меня проблема есть с готовкой к себе покушать, потому что я этого не успеваю делать, у меня вечная проблема, что мне покушать, и тут у меня еще хозяйство нарисовывается, как бы, да, нужно что-то делать по хозяйству, вот, и не у всех есть такая возможность, солнышко выглянуло, вот, и не у всех есть такая возможность, чтобы кто-то все это делал за них, в общем, выглянуло солнышко, я вообще ничего не вижу, вот такой короткий ролик, просто вот в общих чертах о том, что происходит, какие новости, в следующих роликах буду рассказывать о своих буднях, скажем так, о том, что происходит в хозяйстве, еще у меня за время, пока я сидела месяц в декрете, разные мысли в голове возникали, я все обдумываю, как бы, дальнейшее развитие своего хозяйства, потому что, ну, мне сейчас нужно развиваться в каком-то направлении, да, в плане того, чтобы зарабатывать как-то на жизнь, и, ну, я пришла к выводу, что нужно все силы пустить в развитие хозяйства, потому что это, наверное, единственное, что я сейчас могу делать при условии, что у меня есть маленький ребенок, и я не смогу там, допустим, сейчас искать себе какую-то работу в найме, там, пойти куда-то работать, ну, потому что элементарно мне не с кем будет оставить ребенка, свое хозяйство, это самый такой вариант, да, это будет тяжело, да, это будет, как бы, непонятно, как это все будет происходить, но есть, как бы, какие-то планы, есть какие-то мысли, в какую сторону развиваться, и, ну, в любом случае, придется что-то делать, придется где-то искать в себе силы, как-то распределять время, распределять свои силы, привлекать каких-то еще других людей, для того, чтобы все развивалось, и реализовывать все эти планы, которые я задумала, в общем, как-то так, сказала, все, конечно, расплывчато, но в следующих роликах я более подробно буду раскрывать эту тему, вот, в общем, солнышко светит очень ярко, я на этом буду прощаться, пойду, наверное, сейчас немножечко поработаю, пока доченька вроде бы уснула, распогодилась погодка, пойду немножечко позанимаюсь в малине, хотя бы полчасика, все, на этом буду прощаться, увидимся в следующих роликах, всем пока-пока, субтитры. Субтитры создавал DimaTorzok